Расстрелы, применение запрещенных видов оружия и почти полное уничтожение многих населенных пунктов. Только в Грозном в руины были превращены целые районы. Такие элементы террора применяла Россия во время Второй Чеченской войны против мирного населения, чтобы оказывать на него моральное и психологическое давление, заставляя таким образом перейти под ее патронат. По словам экспертов, действия России в Чечне имели признаки целенаправленного геноцида чеченского народа. Погибших, пропавших без вести и вынужденных эмигрировать чеченцев было до 30% от всего чеченского населения республики по состоянию на 1991 год. К таким же методам в Кремле прибегают и во время нынешней войны против Украины, подчеркивают эксперты. Тактика российского руководства состояла и в том, что для оправдания своих агрессивных действий во Второй Чеченской войне оно использовало провокационные операции, ответственность за которые перекладывало на противника. Это были взрывы жилых домов, террористические акты на территории России, от которых чеченское руководство сразу же открестилось. Но опять-таки тут можно провести четкую параллель с теми провокациями, которые предшествовали и агрессии против Грузии, тоже вот в 2008 году, и, соответственно, и агрессия против Украины. Взрывы домов, вероятно, организованные российскими спецслужбами, были направлены не только на то, чтобы легитимизировать военную операцию на Кавказе в глазах внутренней аудитории, но и чтобы подорвать имидж чеченцев на международной арене, отмечают аналитики. К сожалению, российской пропаганде удалось создать вот такой вот образ для борцов за независимость Чечни, как террористов, которые воюют с мирным населением. И вы смотрите, подобные же инструменты используются и сейчас. То есть вот та риторика о том, что в Украине проживают и у власти находятся нацисты, воюют националистические батальоны. Такая тактика в чеченской войне помогла повысить рейтинг Путина и заложить фундамент его режима. Первый раз, по большому счету, удалось, скажем так, создать образ, создать образ такого победителя и, по сути, построить сам рейтинг популярности Путина на основе малой, но победоносной войны. Это мобилизация общества, конечно же, вокруг войны и вокруг одного лидера. Чеченская война стала одним из шагов на пути Кремля к возрождению имперской идеи, акцентируют эксперты. По их словам, большим упущением Запада в то время стало отсутствие жесткой реакции на военные преступления россиян. Именно сейчас мы можем, по сути, видеть аналогичную ситуацию. Мир, казалось бы, реагирует на военные преступления и на вторжение России в Украину, но при этом эта реакция все же не настолько сильная, не настолько жесткая, какой бы могла бы быть. Следует повышать градус реакции и градус силы реакции на подобного рода военные преступления, начиная от Бучи и заканчивая сейчас Еленовкой. Российское общество тоже закрыло глаза на зверства российской армии в Чечне. И этим внесло свою лепту в то, чтобы такие же действия повторились в Украине. Но если оно не будет и дальше молчать, появится шанс быстрее остановить кровопролитие и предотвратить смерти тысяч украинцев и россиян.